Ассоциация Euro NCAP вскоре ужесточит протоколы краш-тестов. Так, впервые за 23 года испытаний будет внедрён новый, деформируемый барьер для фронтальных столкновений. Отныне вместо статичного препятствия будет применяться движущаяся тележка, чтобы точнее сымитировать лобовое столкновение со встречным автомобилем. Новая методика позволит гораздо эффективнее определять, как деформация передней части автомобиля влияет на тяжесть травм, полученных пассажирами. Для этого теста вдобавок заявлен самый технологичный в мире манекен под названием ТОР. Он будет имитировать мужчину среднего телосложения. Кроме того, Euro NCAP переформатирует методику боковых краш-тестов. Теперь машины будут подвергать удару не только с левой, но и с правой стороны. Обновление методики позволит точнее оценить эффективность боковых подушек безопасности, а также понять, какие повреждения пассажиры могут нанести друг другу. Другими новшествами станут проверка автоторможения при проезде перекрёстков плюс тесты систем контроля за состоянием водителя. Дополнительный вызов автопроизводителям. Чтобы получить высокую оценку, машина должна уверенно защищать пешехода от наезда задним ходом. Наконец, Euro NCAP уделит внимание аспектам, которые важны при спасении людей уже после аварии. В частности, оценка систем экстренного вызова спецслужб. Напомним, что последние тесты ассоциации датированы декабрём прошлого года. Следующая сессия ударных испытаний из-за эпидемии коронавируса отложена до сентября. Компания Bosch отмечает большой юбилей. Четверть века назад, в 1995 году, на серийном автомобиле дебютировала электронная система стабилизации ESP. Впервые система появилась на представительском Mercedes S-класса, но затем стала устанавливаться на всё более доступные машины. Сейчас система ESP, а также её аналоги, стала обязательной для установки на автомобиле во многих странах мира. По данным компании Bosch, только 20% новых машин покидают конвейер без неё. Уверяют, что за последние 25 лет антизанос помог спасти примерно 15 тысяч жизней. Число серьёзных аварий, которых удалось избежать, составляет примерно полмиллиона. КОНЕЦ